А у нас здесь в студии телерадиоканала «Страна FM» Артём Пивовара! Ессс! Замечательный артист, талантливый молодой человек. И вот знаешь, ты сотрудничаешь со многими артистами в плане автора, в плане композитора. Эригин Тодоренко, Лобода, Джамала, Дантес, Миша Крупин. И вот сейчас совсем недавно был Макс Фадеев, с которым ты работал для Олега Майами. Да, Олега Майами, да. Все верно. Как это было? Слушай, ну в первую очередь для меня большая честь познакомиться с Максом, потому что это гениальный человек. С нами не надо, я же уже об этом говорил. И он безумно талантливый человек, действительно гениальный, это небоснословно, это так и есть. И работать с ним было в удовольствие, и создавать новую музыку, это очень классно. А почему упал выбор на Олега? Ну, мы готовили песню, то есть как мы собрались, у меня была песня, была идея, я приехал к Максу, мы поиграли в разных интерпретациях. И он мне сказал, слушай, ну было бы круто вот сделать для моего исполнителя. И там мы переделали все, адаптировали. Все в итоге взяли и сначала новую песню сделали. Нет, ну просто адаптировали, адаптировали текстом. А не жалко бывает расставаться с какими-то вот работами? Нет, смотри, ну я не пишу, я не конвейер, знаешь, то есть я не делаю, вот просто написал кучу песен, и потом думаю, кому бы ее отдать. Я обычно, ну то есть работаю четко вот под артиста, и мне важно изучить его. А вот вы знакомились с Олегом изначально? Кстати, мы с ним не знакомы, да. А, то есть вы не даже не знакомы? То есть чисто в теории я могу сказать тебе, Тём, можешь написать для Киркорова песню? Нет, для него не напишу. Мне важно, чтобы мне импонировал человек в первую очередь, и его творчество. То есть это важный момент. Но когда ты работаешь с Максом Фадеевым, то тут вообще без вопросов сразу все становится. Много у тебя песен, которые как бы уже лежат и ждут? В столе? Для других исполнителей? Ну да, конечно, есть. Но пока я прям вот целенаправленно работаю над своим альбомом, и пока не закончу альбом, я не распыляюсь. Расскажи, пожалуйста, про команду Play и трек, который называется «Друг». Ты автор, насколько нам известно. Да, слушайте, ну это очень веселые, позитивные ребята, и я считаю, что у них должно все получиться очень круто, потому что их первая работа достаточно яркая, они снимали с Аланом Бадоевым. И клип мне очень нравится на «Друг», который вот, я так понимаю, мы сейчас его посмотрим. Поэтому мы когда... То есть изначально была просто демочка, идея там, а-ля. Ну как обычно, что-то происходит. В душе придумал. И мы познакомились с ребятами, мне говорят, ну смотри, мы хотим вот, чтобы это была история, некая история. Потому что они в первую очередь друзья, они действительно, ну то есть не, знаешь, там история парня-девушки, которая там противоречит друг другу, и там люблю-не люблю, они все спадают со стороны как бы тинейджерской, светлой. И мы написали песню о том, что они действительно просто друзья, и все круто, классно, они такие веселые, позитивные. Это украинские артисты. Да, да. Ну, тебе конечный продукт понравился. И я имею в виду и... Да, клип классный, все классно. Да, ребята молодцы. Ну давайте посмотрим, друзья, что же из этого получилось. Посмотрим, понравится ли нам. Да, послушаем и посмотрим. Да, команда Play, трек называется «Друг». Страна ФМ Давай оставим все как есть И будем веселиться Давай не будем в этом месте Переходи границы Пускай так тянет, тянет, тянет к тебе Ты просто друг Ты просто друг Ты просто другая 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 Давай я буду продолжать Движения знакомые Давай мы будем танцевать Мы словно невесомые Пускай так тянет, тянет, тянет Другая Тебе Ты просто друг Ты просто друг Я просто другая 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 Ты просто друг, ты просто другая, другая, другая Ты просто друг, ты просто друг Я просто другая, другая, другая Реклама Сенсационное признание, личные драмы, громкие скандалы и редкие фотографии Каждые две недели в журнале «Откровение звезд» Спецвыпуск еженедельника «Мир новостей» Не пропусти, держи курс по звездам, категория 16+. Телефон рекламной службы 8495-276-1224 Артем Пивовард у нас... Артем Пивовард в гостях на телерадиоканале «Страна.ФМ» Заговорили уже Да, а в студии Антон Климанов, Полин Мята Здрасте всем еще раз Я вот что хотела спросить, Артем Я тоже, опять-таки, читала, выясняла Что ты снимаешь сериал о музыке И он называется «Unknown» Да, неизвестное имя Да, сериал о музыке тех, кто его делает Да, идея вот как раз заключается в том Что я рассказываю о саунд-продюсерах О людях, которые пишут музыку Неизвестных именах, которые действительно нигде не пишут О них не рассказывают Например, это просто живой пример тот же Миша Крупин Который написал целый альбом для Богдана Титамира в свое время Вот все вот эти песни грязные будут наказаны Да, грязные будут наказаны Мамы тоже будут Все песни, в общем, написал он Много песен написал и для украиноязычных исполнителей Второй сериал мы рассказывали саунд-продюсер Который сделал практически там всю музыку для Потапа и Насти Вот «Время истекло» Так, так, так Влюблен в Надю Дорофееву просто Надю Дорофееву, да Я передам привет Моя мечта Слушайте И, в общем, много-много-много всяких таких действительно крутых саунд-продюсеров, саунд-райтеров в Украине и в России Я хочу о них больше рассказывать У меня есть друг Рома Капелла, тоже саунд-продюсер, который делает музыку для Snoop Dog'а, например Об этом мало кто знает Он живет в Москве Даже я обманался Snoop Dog' даже об этом не знали Ты сам снимаешь еще? Да Нет, я снимаю, у меня есть люди, которые занимаются Да, то есть я там оператор, режиссер Я плачу деньги, да Скажи, пожалуйста, говорят, что ты увлекаешься вообще видеомонтажом, в принципе, тебе нравится эта история Да, изначально я вот увлекался легче, вот как раз я прям сидел, сидел Это очень крутая работа По поводу, значит, истории вот твоих ранних творчества, я хотел тебя спросить следующее Мне показалось, что в последнее время, там, может быть, год-два, ты немножко переориентировал свое творчество на, скажем так, ну, может, более широкую аудиторию Да Есть такая история? Есть, конечно В чем причина? Я хочу, чтобы мою музыку услышало как можно больше людей, но это не значит, что я спопсился, если ты хочешь об этом сказать Ну да, да, да Нет, абсолютно нет Я просто хочу спросить, ушел ли ты от себя в это? Не ушел, нет, не ушел, абсолютно не ушел, потому что если бы я прям спопсился, спопсился, то играл бы на каждой радиостанции и был бы форматом Я до сих пор считаюсь не форматом Ребята, Артем Пивоваров у нас играет на стране Не формат, верьте к нам, пожалуйста Еще такой же вопрос из твоего раннего творчества Очень много всяких видосов, где ты в шляпе Да Талисман Ну нет, ну, это же стиль Да, вот и все Кстати, если уж про шляпу заговорили, я слышала, что лимитированная коллекция одежды выходит Да, вот она Это вот она, да, как раз зависит Единственная Смотри, на груди написано зависимый Да, в Пивоваров крю написано Вот, но пока выступаем, выпускаем чисто для своей крю А потом уже у нас будет, дальше выйдет полноценная для всех наших слушателей Там будет без крю А что там будет? Подумаем еще Что там? Мы напишем имя каждого, кто захочет купить О, даже так, для мальчиков и для девочек Да Все, свисни обязательно Я обязательно куплю Хорошо, все Да Скажи, пожалуйста, твой трек, который попал в шоу-танцы Какой из... Который Собирай меня, по-моему, да, называется? Первый как раз Первый Собирай меня Первый Собирай меня, да? Тебе это как-то польстило? Конечно, это очень приятно Это неожиданно было И круто, когда помимо того, что там был трек, так еще и был очень круто поставлен танец Я даже помню, ставил Егор Дружинин, а я в свое время смотрел «Фабрику звезд» И я знаю, кто это такой Я знаю, кто это такой, поэтому для меня была большая честь, это классно очень Скажи, пожалуйста, а ты сам вообще как относишься к танцам? Очень классно танцую Двигаешься? Да Лучше всех двигаешься? Ну как, у меня свои танцы просто шаманские И они неповторимы Они неповторимы Вот сейчас, я думаю, что мы посмотрим, как двигается Артем Потому что у нас на очереди что там? Нет, у нас территория машин через мгновение появится Ну, территория машин, знаешь, как можно подвигаться? А потом будет черное кино, Дидас Найк, отличный трек Вот там-то можно реально подвигаться Слушай, смотри Страна ФМ Я лечу в Адидас Найк Что хочу, это Адидас Найк Моя туса О'Вайт Моя туса Гуднайт Полу поменял на Спрайт Поменял на Спрайт Я лечу на ногах Адидас Найк Время летит, пока Пьюз Брайд Вечно молодой меломан Музыка внутри, как людей им пиан Что хочу, выбираю сам С не перекошены ребята, тоже берет чудеса От носков трусам, а ты снова опоздал От пасов вас сам, это стиль гроза Посмотри, на танцполе загудела суета Адидас Найк летит Микрофон не шипит Подкатал брюки на стрит Мой стиль не экстрим, меня баба не простит Черное кино или фильм или бит Сонаран на Хилдригере Вон на Хилдригере, а в Гевицуме, беби До сих пор мы амплеере Эй ты, ну-ка, зацени движение Выйти в положение Твое решение Друзья покажали, дороги задрожали А вы кричали, как за тусу раскачали Я не буду спать ночами, спать уже ручами Вы уже скучаете за нигером в тумане На Венере, на Юпитере Меня не видели, я запустил ракеты Чтобы они меня заметили Видите, зрители, новую породу Эта стиляра уже очень убедительна Чтоб у меня на Спрайт 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 Я лечу в Адидаснак, му-майк Что хочу, это Адидаснак, Пюс-прайт Артём Пивоваров Артём Пивоваров Нет, не про футбол Вот такие истории С экспериментами в музыке Тебе близки вообще, в принципе? Да, я же об этом рассказывал У меня вторая часть альбома будет максимально экспериментальной Я буду там Свобода просто максимальная Раздавать буду, как в последний раз А в какой части альбом Ты себя все-таки комфортнее ощущаешь? Вот что ближе, вот если по чесноку Вот дело в том, что все близко Ты же мне близнец по знаку Сдиакова Ты не можешь делиться на две половинки Вот так получается, я не знаю Во мне уживается Знаки Сдиакова, это любимая история А кто ты по знаку Сдиакова? Представляешь, как я здесь живу? Кошмар Ты, слава богу, со мной не живешь А ты здесь живешь? Нет Ребят Ты пошел в минуточку Мы никому не говорим об этом Все, прости, прости Скажи, пожалуйста, вот у тебя сейчас живые музыканты присутствуют на твоих выступлениях? Конечно Я изначально стараюсь продвигать Чтобы был живой состав И вот мы играли на Винтергеймс в Ложниках Позавчера с живым составом я приехал То есть никакой попсятин Это мы уже поняли Никакой попсы В общем, это твой лозунг А мне вот нравится, что ты себя называешь инопланетянином И хочешь нести миссию в люди, чтобы политика и песни никак не пересекались? Конечно, зачем? Вообще не понимаю А то есть ты не поддерживаешь своих коллег по цеху, которые как-то начали в политику углубляться и петь песни про Эду? Конечно, я не поддерживаю Если бы я поддерживал, меня бы здесь не было Даже тот самый всеми любимый Монатик Он это сделал Он тоже, да? Серьезно? И ты, Брут Я не знаю, я не знаю Я слышала просто одну песню, да Да? Ну ладно, ты мне потом расскажешь Нет, и конечно же я изначально всегда говорю о том, что я из Украины И так есть, так и будет Я украинский продукт Я люблю свою страну Но при чем здесь музыка? При чем? Какое отношение она имеет? Музыка, она для того, чтобы делиться У нее изначально не должно быть границ В первую очередь Поэтому тут все отпадает А вот скажи, вообще, как ты относишься к тому, как идти на сцену? Есть конкуренция? Или у тебя ее вообще не может быть? Потому что ты знаешь и овладеешь такими приемами Венчунь Да, могу сразу втащить и все Вот ты знаешь, что это такое? Ну, это Ушу или что-то из этой серии? Да, ты знал, что Артем увлекается в кунфу Кунфу Кунфу-банда прям Да, да А тебе хватает еще времени на спорт? Да, я очень люблю Я не могу представить своей жизни без спорта Потому что я с самого раннего детства занимаюсь всякими единоборствами Слушай, ну ты интроверт тогда Штуками Интроверт Ну, просто вот это Один гороскоп и другой психология Нет, вот эта история вся с восточными единоборствами Она предполагает сама в себе Что ты сосредоточен и так далее Поэтому Ну, да, но эта философия есть Но ты же понимаешь, что есть еще музыка И тут тебе приходят мелодии И тут тебе приходят мелодии Девять и девять Продолжим через пару песенков На часах без петь и вчера Время застыло Что еще говорить тут? Ну, было и было Мой разгаданный сон не становится вещем Ежедневно все больше коплю себе трещин Разжигалась душа при тебе как конфорка Но гореть с тобой рядом не стало комфортно Минус сорок внутри Мною правит усталость Я бы все отдала Но ничего не осталось В моем городе пробки Я в твоем мосты Ты читаешь мысли Я рифную сны Но от гудков коротких Не сойти с ума Все, что есть сейчас Я выбрала сама Я сегодня не радуюсь Даже успеху У меня ностальгия По твоему смеху Не спасаю дела И двойные эспрессо Уезжаю ночным Заграничным экспрессом Гордость не маскирует Не блокирует вызов Возвращая вчерашнее Падаю к низу Где должна быть душа Заполняю пробелом Сердце еле дыша Видимо я так хотела В моем городе пробки Я в твоем мосты Ты читаешь мысли Я рифную сны Но от гудков коротких Не сойти с ума Все, что есть сейчас Я выбрала сама В моем городе пробки Я в твоем мосты Ты читаешь мысли Я рифную сны Но от гудков коротких Не сойти с ума Все, что есть сейчас Я выбрала сама Страна ФМ Возвращаемся в студию У нас сегодня Артем Пивовар В гостях Мы просто забились Мы тут за эфиром По поводу, что такое Тру не тру музыка Выясняли, что по-настоящему Что не по-настоящему Ну, хорошо, что у Артема Все по-настоящему Твои татуировки настоящие? Нарисованные? Нет, они сотрутся После смерти После эфира После эфира, я надеюсь Какую-то новую Я знаю, что ты набил себе Стихия, да Альбом выходит Поэтому все очень символично А где там стихия? Это написано, ты имеешь в виду? Написано А, все, вижу Стихия Здорово Скажи, пожалуйста Мы как-то заговорили тут Про концерты Меня знаешь, что И заинтересовало Вот ты Представим, да, концерт Ты отыграл Все, там, отпел Ты уходишь за кулисы Да Первые мысли Что ты делаешь И первые действия Что ты делаешь обычно? Я делаю Фух Это первое, что я делаю Потому что я так много прыгаю И двигаюсь Потому что Нет, ну, я объясню Ты, например О чем я думаю? Да, вариации Например Смотря какой концерт Но обычно всегда меня Переполняют эмоции И прям я именно Класс, класс, класс Ты не анализируешь Такой, значит Сидишь перед зеркалом Так, что я сделал? Да, да Вот здесь я налажал Или вот здесь вот Нет, конечно Это После концерта Нет такого Потому что эмоции Они переполняют всегда Это, знаешь, как в ссоре Ты никогда Не думаешь Как я правильно сделал Потом проходит Какое-то время И ты думаешь Ну да Точно так же После концерта Надо было вот так говорить Точно так же После концерта Троечку так Прикрутиться Требят улубчик какой-нибудь Сделать Ну то есть Ты вот У тебя прям Такой адреналин Да? А уснуть Ты засыпаешь Хорошо После концерта Кстати Смотря какой Концерте Бывает Что прям Лежишь И до сих пор Держит, не отпускает Им нравится состояние Конечно Я ради этого и живу Мне кажется Концерты Это самое классное Что можно А перед выходом На сцену Обживаю Всегда Волнуешься? А есть какой-то Секрет успеха? Вот прям Ну перед выходом На сцену Ритуал Ритуал Ну нет С левой ноги Это очень важно Потому что Ввиду того Что я очень активно Веду себя на сцене Это важный момент Но такого Знаешь Как условные Футболисты Некоторые артисты Так делают С левой ноги Поцеловать Баскетболист Мандариновую кожуру В носки себе Серьезно Я говорю Из серии Таких великих Причем Майкл Джордан Или кто-то такой Я смотрел документальный фильм Ничего такого нет Странно Я скучный Может быть что появится Что он впереди вся жизнь По поводу музыкантов Опять же мы говорили Которые играют у тебя живьем Скажи пожалуйста Вот ты когда Собираешь к себе В команду Важно Помимо естественно Технических навыков Умения там играть Чтобы Ну что называется Перла Музыкантов Которые играют Твою музыку А не этой музыкой Конечно Это важнее всего И я Это никогда не скрыть Это всегда видно И я знаю Что сейчас Моя команда Которая уже нынешняя Они все Они все получают удовольствие Мало того Они все участвуют В процессе создания музыки Я стараюсь привлекать Всегда То есть Говорю барабанщику Как тебе бит Например То есть он говорит Ну слушай Я бы здесь сделал то Я бы сделал то Потом смотрим Идем гитаристу Нужна здесь гитара Или не нужна То есть Ну вот Есть такое А часто ты команды Свои Менял Да Да Ну это Из-за чего это происходит Ну потому что Какие-то Внутри конфликты Ну внутри конфликты Или взгляды Я не знаю Понимаешь Это сложно Творческий путь Учитывая то Что когда ты Без продюсера То это всегда сложно Нет какой-то стабильности То есть Всегда какие-то перепады И ты можешь приехать Там на концерт И может быть Немного там Организация Знаешь Там недотягивания Не каждый это выдерживает Не каждый выдерживает Постоянно Не высыпаться Не есть там Вовремя Понимаешь Все мы разные люди Можно Полина Я задам вопрос Ты как руководитель Творческий Да Ты тиран или нет Слушай Ну Вот не могу Ну то есть Если прям вот Я чувствую Что начинается Какой-то хаос И непонимание То И что касательно музыки Только касательно музыки То я могу надавить Но Прям чтобы постоянно Там приходить И прям отчитывать Такого нет У нас дружеское У нас дружеское Ну конечно Это моя музыка Я в любом случае Ответственный Всегда за то Что я делаю И то что несу в массу А вот то что ты делаешь сейчас Что в ближайшее время Будешь делать Я выпущу альбом Да Мы уже поняли Два целых Вот И выпущу клипы То есть Будет выходить еще Фит с Владей Из касты на альбоме У меня И очень много будет Фитчерингов О которых я пока не буду говорить Потому что они еще в разработке С кем бы ты вообще В принципе Хотел бы спеть И кто твой Ориентир Может быть и западной музыки Я про русский бы Не сказал Спасибо Фаррел Уильямс Канни Уэст Джастин Тимберлейк Ну то есть все Кстати внешне что-то есть На Джастин Тимберлейк Похоже Да Да Голубоглазый А вообще Ты в принципе Ориентируешься На какой-то мейнстрим Или нет В том числе западной Ну я конечно же Слежу за всеми тенденциями Я знаю все стилистики Там музыки Которая там Модные Выходят Ты об этом Да Говоришь? Да Но Я в любом случае Знаешь делаю так Всегда ориентируюсь На песню Не на музыку А на песню То есть у меня есть песня Я ее создаю Придумываю А потом уже Мы там Аранжируем И так далее И так далее Артем К сожалению Все Понимаешь Время подходит к концу Спасибо тебе огромное Что ты к нам пришел Сегодня в гости Мы теперь явно Стали зависимы От тебя Мы теперь будем тебя любить Обожать Слушать Смотреть Ну уходишь ты от нас Не с пустыми руками Мы всегда Озариваем артиста Это целый пакет пустой Я бы сделал кофту Но у меня там ничего нет Я конечно За эфиром сними А так не надо Посмотрим Похож ли ты на Джастина Симмерлайка Не видел его Ну я не знаю Сейчас посмотрим Спасибо тебе Приходи к нам в гости Очень рады Будем тебя видеть В завершении тебе Песенка Дорожка Делай свое дело И приходи к нам Пока